Сейчас оно подышало, как будто кто-то туда напердел. Извините за выражение, но... Но вот эта вот затухлость слад... Фу. Погнали. Привет всем любителям пива, с вами Янка Алка, и у нас на обзоре пиво Pauliner прямиком из Германии. Три варианта пива. Pauliner уже был у меня на обзорах, но линейкой я его не записывал. Пришло время записать. Три варианта пива. Это стандартный хель, стандартная пшеничка и темная пшеничка. Моего любимого пива от Pauliner здесь нет. Я его в Беларуси не нашел. И я думаю, что Pauliner Octoberfest, я думаю, что к осени у нас появится. И я запишу с ним короткий шорт. Тем более идея уже шортса у меня появилась. Итак, почему я его купил? Первое. Это цена, которую я увидел. Если до этого я покупал Pauliner по 3, около 3 долларов он стоил в Минске, то сейчас это 1,5 доллара, 4,5 рубля я заплатил за все варианты пива. Один, по-моему, около 5 рублей был, а остальные 4,5 рубля. То есть 1,5 доллара. Такой цены никогда не было. Чаще всего бутылка почему-то Pauliner чуть дороже банки. Возможно, это связано с тем, что в Германии банку можно, бутылку можно сдать, возвратив там 4 или сколько там центов. Банку нельзя сдать. Итак, ладно, переходим к обзору непосредственно. Pauliner München Kiel. Еще раз повторяю, все это пиво я пил не один раз. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное, Pauliner München Kiel. В составе вода, ячменный солод, хмель, содержит глютен из ячменного солода. Экстрактивность начального сусла 11,6, алкоголь и 4,9. Наливаем. За 4,5 рубля это очень хороший вариант, на мой взгляд. Посмотрим. Карбонизация средняя, крупные пузырьки, как мы видим. Цвет довольно слабенький цвет, я бы не назвал его золотым. Это скорее такой желтый, блеклый цвет. Нос. Нос с посторонкой. Странно. Да, нос с картонкой. Довольно жесткой картонкой, кстати. Немножко цветов. Хмелья здесь не слышно, кстати. Изготовлено. 11,04,23. Срок годности 1 год. 11,04,24. То есть совсем недавно изготовлено. Но у нас есть посторонка. Пробуем на вкус. Солодовый профиль. Во вкусе нету посторонки. Приятно. Чуть-чуть хмеля на окончании. Но нос все портит. Да. Нос портит все. Солодовое, приятное, послевкусие мягкое. Очень питкое пиво. Если бы из носа убрать вот этот дефектик, то это было бы идеально. А так это, как всегда, питкий лагерь без хмеля, по сути, есть где-то очень далеко. Сладкий профиль. И во вкусе и послевкусие. Послевкусие, может, чуть-чуть не хватает. Но нос ужасный. Да, тут картонище прям. Ладно. Пока не очень хорошо. Дальше давайте пшеничку. Пшеничку откроем. Изготовлена пшеничка. 20.02.23 год на один год. 20.02.24. В составе. Вода, пшеничный солод, ячменный солод, дрожжи, хмель. Экстрактивность начального сусла 12,5. Алкоголя 5,5. Наливаем пшеничку. Правда, у меня нет бокалов пшеничных, но... Так, ну тут все очень хорошо. Сильно карбонистая, возможно, да? Оранжевый насыщенный цвет. В апельсиновый сок. Белая, среднезернистая пенная шапка. Карбон. Очень много карбонизация, очень сильная. На мой взгляд, немножко перекарбонизирована. Пенная шапка очень стойкая, белая, красивая, мелкозернистая. В носу. Немножко банана я пока не слышу. Немножко свежести. Да, пошел банан. Чуть, возможно, какие-то пряности. Банан. Пробуем на вкус. Для меня это одна из самых эталонных пшеничек. По ней я почти всех ровняю, не считая, там, Майзел Вайс, возможно, там, Айенгер. Да, это приятно. Это не кислит. Это не кислит на послевкусе. Это сладко, свежо, летом. Вот сейчас очень круто охлажденным вечерком выпить вот такую 0,5. Я считаю, это одним из лучших пшеничных вариантов. Хотя я не особо фанат пшенички, но вот такой пшеничный мне нравится. Который не кислит, который нет затухлости, протухлости, вот этой, которая часто решает пшенички. Это свежо. Если это охладить, это будет вообще бомба. Я считаю, что это очень круто. Третий вариант пива. Пиво, которое я не понимаю самого стиля. Это Вайсбиро Дункель. Темная пшеничка изготовлена 11.05.23, срок годности 1 год. Годно до 11.05.24. А, кстати, вот это вот пиво изготовлено для российского рынка. На русском языке большая часть, если можно так и называть, контр-этикетки на обратной стороне банки. Тут все на русском импортер, кстати, в России. Global Import. В составе вода питьевая, пшеничный соло, тычменный соло, дрожжи и хмель. Алкоголь 5.3, экстрактивность начального сусла 12.3. Да, это вот под российский рынок, кстати, сделано. Ну, посмотрим. Здесь, кстати, этого нету. И вот здесь этого нету. Ну, вот у Хели я обращал внимание, что пенная шапка не держится. И она на самом деле не держится. Так. По пшеничку у меня нет второго бокала, поэтому в обычный наливаем. Цвет не темный, не черный. Как правило, мне вот этот цвет не нравится. Он такой коричневый, мутный. Очень похож. Я повторюсь, когда делал коктейль Colovaiten, вот там такой же, в принципе, говнястый цвет. Наверное, не передаст немножко, но он, наверное, светлее, чем вам показывается. На просвет это абсолютно коричневый, как британский биттер, только нефильтрованный. Пенная шапка белая, среднезернистая, даже мелко, наверное, зернистая. Стойкая. Карбонизация умеренная, меньше, чем в первых двух вариантах. Пробуем нос. Тот же банан. Здесь есть немножко затухлости пшенички. Немножко, возможно, чуть-чуть карамели. Мне это не нравится. Я не понимаю этот стиль. Но обозреть его надо. Пробуем на вкус. Кстати, не так уж и плохо. Пусто. Горчинка на послевкусии, но не хмелевая. Но вот есть горчинка в послевкусии небольшая, но непонятно. Пустое, кстати. В аромате затухлость то, что мне не нравится. Б. Оно пустое. Тела для пшенички совсем нет. Если здесь полнотелое пиво, здесь оно совсем пустое. Но, возможно, более питкое. Послевкусие скатывается, но не в воду, оно просто отсутствует. Солодовый профиль, сладенькое. И быстро вот сладость чуть-чуть солода остается на послевкусии, и все. Это мне не очень нравится. В общем, давайте по баллам еще раз. Прокатимся. Ну, блин, здесь ужасная картонка. Еще медовость какая-то. Ну, Хелли, наверное, возможно. Может быть медовость. Но я не уверен. Там все-таки луговые травы. Хоть и бейте нос. Не очень хороший. Солод, питкость. Вот этого можно много выпить. Кстати, нигде нету спиртуозности абсолютно. Ни в аромате, ни во вкусе. Очень четко все сделали немцы. Здесь вопросов нету. То есть, даже в Октоберфеста, моего любимого, там также высокий процент алкоголя. Но не слышно его. Так, пшеничка. О, еще банан еще круче раскрылся. Это кайф. За 4,5 рубля пшеничка 0,5. За 1,5 доллара. Это 6,5-6. Не знаю. Потом посмотрю, как она себя поведет. Но, скорее всего, поведет не очень хорошо. Так как пенная шапка нестойкая. И воздух еще дальше вот эти дефекты он проявит. Это идеально за 4,5 рубля. Да. Это абсолютно в стиле правильно. 8-9 баллов я не знаю точно. И вот это, это возможно в стиле. Возможно, повторюсь. Скорее всего, в стиле. Ну вот, сладкая. Банана здесь нету. Здесь какая-то... Что-то пробивается не очень хорошее. Не могу сказать, что. Затухлость вот эта вот... Да, вот кислятина жесткая какая-то вместе с сладостью и риски. Она дает... Фу. Сейчас. Вот сейчас она подышала. Как будто кто-то туда напер... Извините за выражение. Но вот эта вот затухлость... Слад... Фу. Погнали. Во вкусе просто сладкая, пустая, без ничего. Это, не знаю, 5 баллов, 4 балла. Ну, то есть я вот это бы не купил. Вот это за 4,5 рубля купил. Но, возможно, это какая-то партия не очень хорошая. Вот это вот идеальное пиво. Поэтому вот так. Это 5-6, я дальше разберусь. Это 8-9, это 4-5. Я не понимаю... Просто не понимаю, наверное, этого стиля. Поэтому, возможно, кто понимает и разбирается в темных пшеничках, полутемных. Тот скажет, что это идеальное пиво, и оно ему очень нравится, и это абсолютное попадание в стиль. Возможно. Но я ставлю оценки. Первое. По своему отношению к пиву, вкусу и так далее. Второе. По цене. И третье. Насколько мне это нравится. Это ужасно в носу. Вот такой незапланированный обзор. Старое видео по паулайнеру я удалю. Новое. А об Октобер-фесте ждите скоро в шортсах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, пишите комментарии. Подписывайтесь на телегу, на инсту. Всем пока. С вами был Ян Калка. До новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.